О том, что занятие спортом способствует укреплению здоровья и воспитанию собственного духа, известно давно. Но далеко не каждый задумывается о том, какой вклад спорт может внести в развитие коммуникационных качеств. Командный спорт особенно в этом хорош, рассказывают родители подростков, состоящих в детской и юношеской команде по слэдж-хоккею «Ракета». Расширение кругозор, потому что мы ездим на соревнования в другие города. Мы были в Сочи два раза на всероссийском фестивале слэдж-хоккея. Вообще ребята с такими положительными эмоциями приехали, настолько они все под впечатлением, они находят здесь очень много себе друзей, общения. Слэдж-хоккей – аналог привычной всем игры с шайбой, адаптированной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Игроки передвигаются на специальных санях, отталкиваясь руками. История создания самарской детской и юношеской команды по слэдж-хоккею «Ракета» по-своему уникальна. Прошел не один год, прежде чем у юных спортсменов появилась реальная возможность выйти на лед. Сегодня деловые партнеры команды прикладывают максимум усилий, чтобы ребята чувствовали себя комфортно на тренировках. Идея возникла примерно два года назад, когда мы выиграли грант на открытие команды по слэдж-хоккею. И далее мы подали заявку на поддержку президентских грант, которые мы тоже выиграли удачно. И получили финансирование на оплату льда, на закупку экипировки. В преддверии Дня защиты детей при поддержке городского департамента транспорта и единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта» организовали спортивную эстафету для команды. Каждый участник получил свой памятный приз. В том числе представители транспортной сферы подготовили для ребят новые лимитированные транспортные карты школьника, которые в продаже с 1 июня. «Присылали свои пожелания наши подписчики в социальных сетях и через департамент транспорта у нас была обратная связь. И мы, собственно говоря, выпустили вот эту лимитированную транспортную карту с новым дизайном». Тираж лимитированных карт небольшой, всего 500 штук. Однако представители единого оператора транспортной карты утверждают, если будет спрос, есть возможность увеличить тираж. Александра Гусева, Константин Головин. События.